Майдиайуайлайф Плитистых роз, клематисов и прочих декоративных лиан Но, к сожалению, купить действительно красивые и стильные опоры для них у нас достаточно сложно И сегодня я хочу показать вам очень простой в исполнении и красивый вариант такой опоры Обелиск из дерева Смотрим! Для изготовления обелиска вам потребуется 4 двухметровых бруска У меня размер 45 на 45 миллиметров И 3 рейки потоньше, у меня 20 на 30 миллиметров Если есть такая возможность, для сада, конечно, долговечнее использовать лиственницу Размечаем места расположения поперечных ярусов на брусках-стойках От верхнего края отмеряем 60 сантиметров А следующие промежутки делаем по 52 сантиметра Всего у нас будет 3 яруса Укладываем две пары брусков в виде буквы «Л» Так, чтобы расстояние между разметками нижнего яруса составляло 55 сантиметров Укладываем на разметку рейку и прочерчиваем верхнюю и нижнюю границу ее укладки Все то же самое делаем со средним и верхним ярусом Обратите внимание, рейку везде укладываем под разметку на бруске Перекатываем бруски на следующее ребро Разбиваем пары на две другие пары и также размечаем В итоге на каждом бруске у нас получилась разметка расположения поперечного яруса Это будет внешний угол обелиска Готовим поперечные рейки Отмечаем место стыка рейки со стойками Срез пойдет наискосок У меня, к сожалению, торцовка перестала пилить под углом Поэтому срезы делала по разметке и не везде получилось идеально Нам потребуется 4 длинных, 4 средних и 4 коротких рейки Размеры, думаю, нет смысла писать, так как их удобнее размечать по месту Размечаем на вертикальных стойках места входа самореза Саморез должен входить в горизонтальную рейку под наклоном сверху вниз Вот так Если сделать входное отверстие в нижней трети, то саморез выйдет наружу сквозь рейку Предварительно насверливаем все отверстия, чтобы стойки не треснули В центре отверстие делать тоже нельзя, так как у нас пойдут два самореза под углом 90 градусов Они не должны пересечься Собираем две стороны обелиска Теперь составляем две стороны шалашика Чтобы все держалось на время сборки, я смотала скотчем макушку шалашика и нижний ярус Подставляя соответствующие рейки, чтобы нижний контур получился нужного размера Ну, либо как вариант, попросите кого-нибудь подержать вам эти две стороны, пока вы будете прикручивать оставшиеся поперечные рейки Просверливаем отверстия под крепеж Прикручиваем оставшиеся поперечные Как показал мой опыт, удобнее всего начинать с верхнего яруса Если начнете скручивать снизу, то наверху могут остаться щели между поперечной рейкой и вертикальной стойкой Теперь можно снять скотч и основа обелиска готова Чтобы он смотрелся завершенным, нужно сделать ему красивую макушку Но для ее установки нам нужно сделать верх стоек горизонтальным Чертим ровную линию на макушке вертикальных стойк и отпиливаем Здесь с механизацией подлезть оказалось трудно, поэтому я отпилила лишнее обычной ножовкой Можно это было сделать и заранее, до момента сборки, если у вас хорошее пространственное мышление У меня не очень хорошее, поэтому я предпочла сделать это уже по месту Для макушки обелиска вам понадобится дополнительный кусок доски, либо мебельного щита Выпиливаем 4 квадратика со сторонами 9, 10, 12 и 14 см Шлифуем края У трех квадратиков поменьше торцы с одной стороны плоскости нужно скруглить, чтобы смотрелись декоративно А с другой стороны оставить торцы острыми, только убрать заусенцы А вот самый большой квадратик нужно скруглить с обеих сторон плоскости То есть торцы у него будут практически полукруглыми Чертим на всех квадратиках диагонали, чтобы найти центр Я буду ставить на макушку шарик Это деталь для лестниц У нее внизу ножка и по диаметру этой ножки на всех квадратиков, кроме самого маленького Я просверлила отверстие коронкой по дереву Вот так выглядит макушка в сборе Самый маленький квадратик, потом самый большой и на него оставшиеся два побывающие Такая вот пирамида Хеопс Все квадратики, кроме нижнего, склеиваем на водостойке ПВА Вот такая пирамидка должна получиться от большего к меньшему квадратику И в нее мы ставим вот такую бабышку Шар на ножки, я купила его в Леруа, в отделе, где все для лестниц Это какая-то деталь для перил У меня шарик диаметром 10 мм Вклеиваем его в просверленное отверстие в центре пирамидки Кстати, если у вас коронки нет, в принципе, можно просто спилить эту ножку на шарике И посадить его на эту пирамидку на саморезы с изнанки В самом маленьком квадратике, который мы пока отложили Просверливаем четыре отверстия по диагональным линиям И прикручиваем его к макушке обелиска Предварительно все отверстия также засверливаем, чтобы у нас ничего не потрескалось И теперь на получившуюся площадку можно приклеить пирамидку с шариком на макушке При желании, для надежности, вы можете дополнительно прикрутить эту пирамидку опять же саморезами Но я не стала этого делать, потому что на своем личном опыте убедилась Что водостойкий ПВА действительно создает соединение прочнее дерева У меня неровно приклеился один из квадратиков Пришлось его отковыривать после высыхания И отковырялся он только по дереву Место склейки мне разделить не удалось, даже при помощи стамески Обелиск готов, его остается только покрасить Я взяла для покраски масло для пола, оставшееся от ремонта в квартире Оно для внутренних работ, но учитывая цвет, думаю, меньшая стойкость к ультрафиолету, чем у наружных покрытий Не будет для меня большой проблемы Здесь мне помогал добровольный помощник Учитывая, что столяр я совсем начинающий и довольно посредственный Думаю, что наверняка можно было сделать все крепления более аккуратные и надежные Даже знаю, что есть специальное приспособление для закручивания саморезов под углом Получается очень аккуратное и надежное крепление У меня, к сожалению, такого приспособления пока что нет Но в целом, не считая коронки для вклеивания макушки Которые можно в данном случае пренебречь, как я рассказала, чуть изменив технологию Сделать такой обелиск вполне реально при помощи даже обычной ручной пилы Либо лобзика, сверла и шуруповерта А результат ваших трудов, я уверена, будет радовать вас и украсит ваш сад Любая декоративная ляна на таком обелиске будет красива Ну а если ваш сад совсем молоденький и высоких деревьев там пока нет Такая опора поможет создать так необходимое в саду третье измерение Ведь цветник с вертикальной составляющей всегда смотрится более выигрышно Чем просто одноуровневая, так сказать, двумерная композиция Я очень давно хотела завести в саду какие-то декоративно выглядящие опоры для растений Готовые металлические с обилием завитушек и прочих украшательств мне не очень нравятся К тому же они очень хлипкие, быстро гнутся, ржавеют, ломаются А такой обелиск из дерева, на мой взгляд, смотрится одновременно декоративно и минималистично Подойдет в сад практически любой стилистики К тому же я очень люблю дерево в саду Мне кажется, оно смотрится там невероятно органично Ну и, конечно, вы можете такой обелиск покрасить в любой цвет, подходящий для вашего сада Например, для классического розария будет очень красив белый цвет Разумеется, любые тона натуральные дерева будут хорошо смотреться Ну а если вы любите что-то яркое, цветные акценты в саду Вы можете сделать его красным или синим Если вам понравилось это видео, то, как обычно, не забывайте про большие пальчики вверх И подписывайтесь на мой канал, чтобы больше ничего не пропустить Ну а на сегодня все, всем пока!